приветствую вас на нашем канале продолжаем наше с вами кругосветное путешествие на яхте выходим из мексики как и когда там много веков назад выходили испанские галеоны полные награбленного серебра и золота и конечно не грабили не вывозим серебро и золото а только немного сувениров которые будут напоминать нам об этой прекрасной стране стоя за штурвалом смотрясь морскую даль мне почему-то представилось что вот сейчас прямо на нас выскочит пиратский корабль и будет преследовать нас как когда-то испанские корабли чтобы овладеть нашими богатствами ох уж эти грозные пираты наводившие ужас во всем карибском бассейне на торговые корабли а я знаю про пиратов только про генри моргана и черную бороду будто бы генри морган это один из самых успешных пиратов в истории человечества устроившийся юнгой на корабль шедший в барбадосе по одним сведениям в барбадосе его продали в рабство но он сумел бежать добраться до ямайки и там на шайкой таких же головорезов захватить корабль по другой версии морган заработал немного денег которых ему хватило чтобы в складчину другими друзьями купить небольшой корабль на котором он и был избран капитаном но суть не важна уже никто не знает как был на самом деле хотя я склоняюсь больше к первой версии морган был лидером и уже первом плавании продемонстрировался и сильные качества и вскоре к нему стали присоединяться другие капитаны такие же головорезы и бандиты захватив десяток испанских судов он начал нападать на испанские города под натиском его флотилии издались пуэрто-дель-принципиа портабелла маракайба морских сражений от морган не стеснялся жестоких нервов говорят во время одного своего нападения его команда прикрывалась живыми считаемых рабов и заложниками пенцом его пиратской карьеры стал захват и полное раздражение Панамы в 1671 году однако возвращение из экспедиции моргана взяли под арест оказывается незадолго до этого Англия и Испания подписали мадридский договор его морган поддан английской короне и нарушил напав на Панаму которая находилась в испанской юрисдикции но капитану повезло как это обычно бывает ему все простили за былую службу Англии и мало того наградили титулом и отправили что вы думаете править Ямайкой в чине вице губернатора скончался он от цирроза печени в возрасте 53 лет понятно много пил это беда всех пиратов ах да совсем задумался и размечтался и забыл сказать куда мы держим путь и где собираемся бросить яковь наша следующая остановка будет в Венесуэле идем до Каракаса переход небольшой не длинный не утомительный как вы поняли не из предыдущих серий через Панамский канал мы не пойдем там и дорого а нам хочется заглянуть в Бразилию в Аргентину мы не заходим ни в Панаму ни в Никарагуа там нет ничего интересного для нас видели Панамский канал сдалека впечатляет весьма команда уже немного расслаблена после прекрасного отдыха в Мексике не утомлена длительным переходом и наслаждается переходом по Арибскому морю благодаря сильному ветру в 23 узла мы не меняя ГАЛС шли на одной Генуи со скоростью 6-7 узлов в час переход получился достаточно энергичным в какой-то момент даже зарядил нас адреналином а вот и наша Марина опять надо бежать к пограничникам и таможенникам оформлять прибытие наш мексиканский друг Сергей связался со своим другом таким же экскурсоводом Андреасом Тамачи в Венесуэле и попросил его сделать нам экскурсию к индейцам племени Сина Чина Таоре это древнейшая священная племя живет в горных районах Венесуэлы у самых истоков реки Оренока мы оставляем яхту и пересаживаемся на лодку нам предстоит двухдневное плавание пока плывем расскажу что племя это очень древнее оно смогло избежать истребления испанских конкистадоров так как жили в глуши и сейчас там живут и почти не контактировали с другими племенами сейчас они вот находятся в такой государственной резервации куда допускают туристов только по специальному разрешению местных властей и имеет право водить их к ним всего несколько экскурсоводов в стране и один из них как раз Андреас Тамачи индейцев максимально оберегает внешних контактов по древней легенде считается что пока жив хоть один индейец Сина Чина Таоре то будет стоять и эта земля как только умрет последний индейец произойдет что-то ужасное и жить в этой местности будет нельзя идем по реке пейзажи меняется вода коричневая и вот так целый день ночевали мы прямо на реке вот таких хижинах скажу вам это не совсем приятная ночевка все настолько просто и не совсем удобно что выспаться удалось с трудом день второй сегодня к вечеру мы должны добраться до племени но ночевать будем в лесу и только утром нам позволить зайти на территорию племени рядом с деревенькой племени специально существует такой небольшой лагерь где все могут остановиться переночевать не мы же первые не мы последние здесь все более-менее хорошо обустроено ведь зачастую тут бывает вип-туристы скажу честно два дня проведенных лодки не совсем удобной это утомительное занятие единственное что сглаживает это утомление созерцание окружающие природным людей обстановки все новое непривычное для взгляда утром отправляемся через лес к одной из деревень племени сначала обряд очищения от внешнего мира мы должны заходить к ним гости максимально чистыми от того внешнего мира нам дают палочку в руки ими мы окуриваем себя и в центре стоят чаши с горящими ароматными маслами или еще с чем-то но приятно пахнет мне показалось что там был дурманчик после такой процедуры стало как-то особенно весело снимать и фотографировать разрешают минимально индейцы племени ходят в белых одеждах и главное поклонение у них воде они даже рожают детей в воде обязательно в реке все обряды связаны с рекой река символ вечности и течет как время а также как кровь в телах индейцев как только река пересохнет умрут усе индейцы вот такая легенда и по вере среди них существует а это верно и мы без воды никуда так что это получается истина вода здесь кристально чистая они ничем не загрязняют содержат в идеальной чистоте как-то же это не удается дом вождя племени стоит на воде это такое исключение понятно что вода здесь символ власти символ духовности и кто на воде тот и хозяин племени дома простых индейцев строят из камня и находятся они не совсем близко к воде дом великих собраний мало того что стоит на воде так под ним сделана проток она как бы все время чистит его очищает там собирается совет из представителей семей племени которые принимают судьбоносные решения судьбон представляет себе как они там в таком шуме принимают свои решения но кажется и правда вода чистит не только дом но и принятые ими законы так что все у них тут справедливо понятно что здесь ни воровства ни грабежей и убийств нет очень тихо и спокойно живут тут и люди охота рыболовство и земледелие примерно таким укладом как и жили их предки они существуют ничего в жизни не меняют на воде они проводят все свои основные ритуалы молятся своим богам если так скажем подолгу медитирует стоя в холодной воде потоках воды которые омывают их смывают негатив и все плохое после праздника урожая чтобы отогнать злых духов на 30 день проводит праздник он так и называется изгнание злых духов для этого изготавливают вот такие маски и к ним еще специальную одежду праздник этот длится заметьте пять дней как рассказал нам наш проводник очень много пьют в эти дни индейцы и бегают пугают друг друга таким образом они считают что изгоняются злые духи земли которая должна отдохнуть перед новым урожаем вот такая необычная встреча с индейским племенем у нас произошла разрешили нам побыть в деревне только до темна вечером мы возвратились в наш промежуточный лагерь и тем же самым путем возвратились на нашу яхту что ж идем дальше впереди у нас бразилия и там планы нашей команды расходятся начинается тянучка одеяла свою сторону у каждого так что же произойдет смотрите дальше в нашей следующей серии до новых встреч на нашем канале спасибо что были с нами всего вам доброго